В известном смысле можно утверждать, что история знает только две политические философии – свобода и власть. Люди либо свободны жить своей жизнью, так как считают нужным, если они уважают равные права других, либо одни люди будут иметь возможность заставлять других поступать так, как в противном случае те бы не поступили. Нет ничего удивительного в том, что власть имущая всегда больше привлекала философия власти. Дэвид Боуз «Либертарианство. История. Принцип. Политика». У нее было много названий – цезаризм, восточный деспотизм, теократия, социализм, фашизм, коммунизм, монархия, уджамаа, государство всеобщего благосостояния. И аргументы в пользу каждой из этих систем были достаточно разнообразными, чтобы скрыть схожесть сути. Философия свободы Лао Цзи, известный как автор сочинений Дао Дэ Цзин, книга о пути и силе. Лао Цзи учил – народ, не получив ни от кого приказа, сам меж собой уравняется. Дао – классическая формулировка духовного спокойствия, связанного с восточной философией. Дао состоит из инь и ян, то есть представляет собой единство противоположностей. Это понятие предвосхищает теорию стихийного порядка, подразумевая, что гармония может быть достигнута в результате конкуренции. Оно также рекомендует правителю не вмешиваться в жизнь людей. И все же мы говорим, что либертарианство возникло на Западе. Делает ли его это исключительно западной идеей? Я так не думаю. Принципы свободы и прав личности столь же универсальны, как и законы природы, большинство которых было открыто на Западе. Существуют две основные традиции западной мысли – греческая и иудейско-христианская. И обе они внесли свой вклад в развитие свободы. Согласно Ветхому Завету, народ Израиля жил без царя или какой-либо иной принудительной власти. Руководство осуществлялось не насилием, а всеобщей приверженностью людей к договору с Богом. Аналогичная концепция высшего закона развивалась в Древней Греции. В V веке до Новой эры драматург Софокул рассказал историю об Антигоне, чей брат Полиник напал на город Фивы и был убит в бою. За эту измену тиран Крионт призвал оставить его тело гнить за воротами непогребенным и неоплаканным. Антигона бросила вызов Крионту и похоронила брата. Представ перед Крионтом, она заявила, что закон, установленный человеком, пусть даже он и царь, не может нарушать закон богов, не писанный, но прочный. Идея закона, которому подсудны даже правители, выдержала испытания временем и развивалась на протяжении всей европейской цивилизации. В Древнем Риме она получила развитие философии стойков, которые утверждали, что даже если правителем считается народ, он все равно может делать только то, что считается справедливым, согласно естественному праву. Тот факт, что эта идея стойков была пронесена сквозь тысячелетия и сохранила свое влияние на умы европейцев, частично можно объяснить счастливой случайностью. Один из представителей стоицизма, знаменитый римский оратор Цицерон, считался величайшим автором латинской прозы. Поэтому на протяжении многих столетий образованные люди на земле заучивали его тексты наизусть. Спустя примерно 70 лет после смерти Цицерона, в ответ на вопрос, нужно ли платить налоги, Иисус дал знаменитый ответ «Отдавайте кесареву кесарю, а Божией – Богу». Сказав так, он разделил мир на два царства, ясно давая понятие, что не вся жизнь подконтрольна государством. Эта радикальная идея укоренилась в западном христианстве, но не в восточной церкви, полностью подконтрольной государством, что не оставляло места для общества, где могли бы развиться альтернативные источники власти. Чаще всего либертарианство рассматривается как философия, главным образом экономической свободы. Но своими историческими корнями оно в большей степени связано с борьбой за религиозную терпимость. Ранние христиане начали развивать теории веротерпимости в ответ на преследование со стороны римского государства. Одним из первых был карфагенянин Тертулян, известный как отец латинской теологии, который примерно в 200 году нашей эры писал Аргументы в пользу свободы уже здесь формулируются в виде фундаментальных или естественных прав. Рост торговли, числа различных религиозных течений и гражданского общества означал, что внутри каждого общества существовало много источников влияния, и плюрализм требовал формального ограничения правительства. В течение одного замечательного десятилетия, в трех отстоящих далеко друг от друга частях Европы, были сделаны важные шаги к ограниченному представительному правительству. Наиболее известный, по крайней мере в США, шаг был сделан в Англии в 1215 году, когда на Рунименском лугу восставшие бароны заставили короля Иоанна Безземельного подписать великую хартию вольностей, которая гарантировала каждому свободному человеку защиту от незаконного посягательства на его личность или имущество и справедливость для каждого. Возможности короля по сбору податей ограничивались, для церкви устанавливалась свобода выборов на духовные должности, были подтверждены свободы городов. Примерно в то же самое время, около 1220 года, в германском городе Магдебурге был разработан свод законов, основанный на свободе и самоуправлении. Магдебургское право признавалось столь широко, что его приняли сотни вновь образованных городов по всей Центральной Европе, и судебные решения в некоторых городах Центральной и Восточной Европы ссылались на решения магдебургских судей. Наконец, в 1222 году вассальное и мелкопоместное дворянство Венгрии, в то время во многом являющиеся частью европейского дворянства, заставило короля Эндре II подписать золотую булу, которая освобождала среднее и мелкое дворянство и духовенство от налогообложения, даровала им свободу распоряжаться собственностью по своему усмотрению, защищала от произвольного ареста и конфискации, учреждала ежегодную ассамблею для представления жалоб и даже даровала им юс резистенти, право оказывать сопротивление королю, если он нарушал свободы и привилегии, установленные в золотой булле. Позже, в XIII веке, святой Фома Аквинский, возможно, величайший католический теолог и другие философы развили теологические доводы в пользу ограничения королевской власти. Аквиант писал, «Король, который злоупотребляет своими полномочиями, утрачивает право требовать повиновения. Это не мятеж, не призыв к его свержению, поскольку король сам является мятежником, которого народ имеет право усмирить. Однако, лучше сократить его власть, дабы он не мог злоупотреблять ею». Тем самым, идея, что тиранам можно сверкнуть, получила теологическое обоснование. Предыстория либертарианства достигла кульминации в период Ренессанса и протестантской реформации. Протестантских реформаторов Мартина Лютера и Жанна Кельвина никак нельзя назвать либералами. Однако, разрушив монополию католической церкви, они непреднамеренно способствовали распространению протестантских сект, некоторые из которых, например, квакеры и баптисты, внесли важный вклад в развитие либеральной мысли. После религиозных войн люди стали сомневаться в том, что общество должно иметь только одну религию. Прежде считалось, что в отсутствии единой религиозной и моральной власти в обществе начнут бесконтрольно множество моральных убеждений, и оно в буквальном смысле распадется. К концу XVI века церковь, ослабленная внутренним разложением и реформацией, нуждалось в поддержке государства больше, чем государство нуждалось в поддержке церкви. Слабость церкви способствовала росту королевского абсолютизма, что особенно хорошо видно на примере правления Людовика XIV во Франции и королей из династии Стюартов в Англии. Монархи начали создавать собственную бюрократию, вводить новые налоги, основывать регулярные армии и требовать для себя все больше власти. По аналогии с идеями Коперника, доказавшего, что планеты вращаются вокруг Солнца, Людовик XIV, будучи центром жизни во Франции, называл себя королем Солнца. Его заявление «государство – это я» вошло в историю. Он запретил протестанство и попытался стать главой католической церкви во Франции. За свое почти 70-летнее правление он ни разу не созвал сессию генеральных штатов представительного собрания Франции. Его министр финансов проводил политику меркантилизма, в соответствии с которой государство контролировало, планировало и направляло экономику, предоставляя субсидии и монопольные привилегии, вводя запреты и национализируя предприятия, устанавливая ставки заработной платы, цены и стандарты качества. В Англии короли династии Стюартов тоже стремились установить абсолютистское правление. Они пытались игнорировать общее право и повышать налоги без одобрения парламента, представительного собрания Англии. Однако в Англии гражданское общество и влияние парламента оказалось намного устойчивее, чем на континенте, и абсолютистские поползновения Стюартов сдерживались на протяжении 40 лет с момента вступления на престол Якова I. В то время как во Франции и Испании укоренялся абсолютизм, путеводной звездой религиозной терпимости, свободы, коммерции и ограниченного центрального правительства стали Нидерланды. Получив в начале XVII века независимость от Испании, Нидерланды создали конфедерацию городов и провинций, став ведущей торговой державой столетия и приютом для бежавших от притеснений. Английские и французские диссиденты часто издавали свои книги и памфлеты в голландских городах. Голландский пример социальной гармонии и экономического прогресса вдохновлял протолибералов в Англии и других странах. В Англии сопротивление к королевскому абсолютизму вызвало сильное интеллектуальное брожение, и первые ростки отчетливо протолиберальных идей можно увидеть в Англии в XVII веке, и здесь либеральные идеи развивались в ходе отстаивания религиозной терпимости. В 1644 году Джон Мильтон опубликовал эссе «Ариапагитика» «Яркое выступление в защиту свободы религий и против официального лицензирования прессы». О связи между свободой и добродетелью, вопрос, который беспокоит американских политиков и по сей день, Мильтон писал «Свобода – лучшая школа добродетеля». «Добродетель, – говорил он, – только тогда добродетельно, когда выбирается свободно. О свободе слова он высказывался так. Кто знает хотя бы один случай, когда бы истина была побеждена в свободной и открытой борьбе». В Междуцарстве, а после казни Карла I, когда престол был пуст и Англия находилась под властью Оливера Кромвеля, шли бурные интеллектуальные дебаты. Ливеллеры провозгласили полный набор идей, которые стали известны как либерализм. Они поместили защиту религиозной свободы и древние права англичан в контекст идеи самопринадлежности, человека и естественных прав. В знаменитом памфлете «Стрела, направленная против всех тиранов» один из лидеров Ливеллеров Ричард Овертон заявил, что каждый человек владеет самим собой. То есть каждый имеет право собственности на самого себя и таким образом имеет право на жизнь, свободу и собственность. «Никто не имеет власти над моими правами и свободой, и я не имею этой власти над правами и свободой других». Эпоху славной революции можно назвать временем рождения либерализма. Первым настоящим либералом и отцом современной политической философии по праву считается Джон Лока. Не познакомившись с идеями Лока, невозможно понять мир, в котором мы живем. Великий труд Лока, второй трактат о правлении, опубликованный в 1690 году, был написан несколькими годами ранее по провержению абсолютистских идей философа Роберта Филмера и в защиту прав личности и представительного правления. Лок задается вопросом, в чем суть правительства, зачем оно нужно. Он убежден, что люди наделены правами независимо от существования правительства. Именно поэтому мы называем их естественными правами, коли они существуют от природы. Люди создают правительство для защиты своих прав. Они могли бы делать это сами, но правительство является эффективной системой защиты прав. Однако, если правительство выходит за рамки этой роли, люди имеют право на восстание. Представительное правительство – лучший способ удержать его на нужде, на нужном для общества пути. В согласии с философской традицией, складывавшейся на Западе на протяжении столетий, он писал, «Правительство невольно поступать, как ему вздумается. Закон природы выступает, как вечное руководство для всех людей, для законодателей, в такой же степени, как и для других». Лок столь же ясно сформулировал идею прав на собственность. Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Чтобы тогда человек не извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей собственностью. Люди имеют неотчуждаемое право на жизнь и свободу. Они приобретают право на ранее никому не принадлежавшее, когда сочетают его со своим трудом. Примером чего может служить фермерство. Роль правительства – защитить жизнь, свободу и имущество народа. Ограниченное правительство принесло Англии процветание. Подобно тому, как столетиям ранее либералов вдохновляла Голландия, теперь либеральные мыслители вначале на континенте, а затем и во всем мире начали ссылаться на английскую модель. XVIII век был великим столетиям либеральной мысли. Идеи Лок были развиты многими авторами, в частности Джоном Тречертом и Томасом Гордоном. Во Франции физиократы разработали современную экономическую науку. Они отстаивали закон природы, имея в виду, что обществом и сознанием богатства управляют естественные законы, аналогичные законам физики. Лучший способ повысить предложение реальных товаров разрешит свободно заниматься коммерческой деятельностью, которая не препятствует монополии, ограничения гильдии и высокие налоги. Отсутствие принудительных ограничений создало бы гармонию и достаток. На элементарном уровне капитализм можно определить как то, что происходит, когда людей оставляют в покое. Смит показал, каким образом, когда люди производят и продают, руководствуясь своей собственной выгодой, невидимая рука заставляет их приносить пользу другим. Чтобы получить работу или продать что-нибудь за деньги, каждый должен выяснить, что хотели бы получить другие. Благожелательность важна, но не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Таким образом, свободный рынок позволяет большему числу людей удовлетворить больше своих желаний и в конце концов наслаждаться более высоким уровнем жизни, чем при любой другой социальной системе. Самым важным вкладом Смита в либертарианскую теорию стала разработка идеи о спонтанном порядке. Мы часто слышим о конфликте между свободой и порядком, и такая точка зрения представляется логичной. Однако Смит с большей полнотой, чем физиократы и другие, более ранние мыслители, показал, что порядок в человеческих делах возникает спонтанно. Позвольте людям взаимодействовать друг с другом свободно, защитите их права на свободу и собственность, и порядок возникнет без централизованного руководства. Рыночная экономика – одна из форм стихийного порядка. Сотни и тысячи, а сегодня миллиарды людей ежедневно выходят на рынок или в мир бизнеса, думая о том, как они смогут произвести больше товаров или лучше выполнить работу, или заработать больше денег для себя и своей семьи. Никакая централизованная власть ими не руководит, не руководит ими и какой-либо биологический инстинкт наподобие того, который заставляет пчел производить мед. И тем не менее, посредством производства и торговли рынок не создают богатство для себя и других стихийного порядка. Возьмем, к примеру, язык. Английский язык никто не сочинил и не обучил ему первых англичан. Он возник и изменялся естественно, спонтанно, в ответ на нужды людей. Или право. Сегодня мы считаем, что законы – это то, что принимает Конгресс, но обычное право возникло задолго до того, как какой-либо монарх или законодатель захотел его записать. Иногда для заслушивания дела собирался суд присяжный. Судьи и присяжные должны были не создавать закон, а стремиться найти его, узнать, какой была обычная практика или какие решения принимались в похожих случаях. Так дело за делом развивался юридический порядок. Деньги – еще один продукт стихийного порядка. Они возникли естественно, когда людям понадобилось что-то для облегчения торговли. Хаек писал, что если бы право было придумано сознательно, оно бы заслуженно подсчиталось величайшим из всех изобретений человечества. Но оно, конечно, не было изобретено разумом какого-либо одного человека. Точно так же, как язык или деньги, или большая часть практики и обычаев, из которых состоит общественная жизнь. Право, язык, деньги и рынки – наиболее важные институты человеческого общества – возникли спонтанно. Американской революцией, как и английской, также предшествовали бурные идеологические дебаты. В Америке в 18 веке либеральные идеи доминировали в еще большей степени, чем в Англии 17-го столетия. Самым влиятельным из радикальных либералов был Томас Пейн. Его можно назвать странствующим проповедником свободы. Родившись в Англии, он уехал в Америку помогать совершать революцию. А когда эта задача была выполнена, он снова пересек Атлантику, чтобы помочь революции во Франции. Величайшим делом Пейна в «Дело революции» стал его памфлет «Здоровый смысл», который, как утверждали, разошелся в первые три месяца примерно стотысячным тиражом в стране с трехмиллионным населением. Его читали все. Те, кто не умел читать, слушали, когда его читали в салонах и участвовали в обсуждении его идей. В «Здоровом смысле» и последующих произведениях Пейн развил идею о том, что гражданское общество существовало до правительства, и люди могут мирно взаимодействовать, создавая стихийный порядок. Его вера в стихийный порядок усилилась, когда он увидел, что общество продолжает функционировать, и после того, как колониальное правительство были изгнаны из американских городов и колоний. В своих трудах Пейн искусно сочетает нормативную теорию прав личности с позитивным анализом стихийного порядка. В 1776 году американские колонии приняли Декларацию независимости, которую, вероятно, можно считать величайшим либертарианским произведением в истории. Яркие слова Томаса Джефферсона провозгласили на весь мир либеральные представления. Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом, определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью, что для обеспечения этих прав люди создают правительства, черпающие свои законные полномочия в согласии управляемых, и что всякий раз, когда та или иная форма правления становится губительной для этих целей, право народа изменить или упразднить ее и создать новую форму правления. Одержав победу в войне и обретя независимость, американцы приступили к практическому воплощению идей, развивавшихся английскими либералами на протяжении 18-го столетия. Выдающийся историк из Гарвардского университета Бернат Бейлин писал в своей статье 1973 года «Центральные темы американской революции». Здесь были реализованы основные идеи радикального либертарианства 18-го века. Во-первых, убежденность в том, что власть есть зло. Возможно, необходимость, но необходимость губительная. Что власть беспредельно развращает, и что власть следует контролировать, ограничивать, сдерживать всеми способами, позволяющими обеспечивать минимальный уровень гражданского порядка. Писанные Конституции, разделение властей, билия о правах, ограничение исполнительной законодательной и судебной власти, ограничение права принуждать и начинать войну – все это выражает глубокое недоверие к власти, лежащее в сердце идеологии американской революции и с тех пор являющейся нашим неизменным наследием. На протяжении 19-го века либеральная мысль продолжала развиваться. Иеремия Бентам разработал теорию утилитаризма, утверждающего, что правительство должно содействовать наибольшему счастью, но и, возможно, большего числа членов общества. Хотя его философские предпосылки отличались от предпосылок теории естественных прав, он в целом пришел к тем же выводам об ограниченном правительстве и свободных рынках. Джон Стюарт Милль в 1859 году опубликовал очерк «О свободе. Мощное выступление в защиту свободы личности». В 1851 году Герберт Спенсер, выдающийся ученый, чьи работы сегодня незаслуженно игнорируются и зачастую искажаются, издал исследование «Социальная статика», в котором выдвинул свой закон равной свободы. Это произведение представляет собой раннее и ясное изложение современного либертарианского креда. Основной принцип Спенсера гласит, что каждый человек может требовать полной свободы, реализовывать свои способности, если это не мешает всем остальным людям обладать такой же свободой. Спенсер подчеркивал, что закон равной свободы явно применим ко всем людям, к женщинам наравне с мужчинами. Он также развил критику войны с позиции классического либерализма, противопоставив промышленное общество, в котором люди мирно занимаются производством и торговлей, добровольно участвуя в различных объединениях, военному обществу, в котором превалирует война, и государство управляет жизнью своих подданных в своих собственных целях. Французский либерал Фредерик Бастиа выступал в парламенте как страстный поборник свободной торговли. Он написал множество остроумных и язвительных статей, критикующих государство и всю его деятельность. В своем последнем озерке «Что видно и чего не видно» Бастиа объяснил очень важную вещь. Все, что делает государство – строит мосты, субсидирует искусство, платит пенсии, вызывает простые и видимые следствия. Деньги циркулируют, рабочие места создаются, и людям кажется, что государство порождает экономический рост. Задача экономиста – осознать то, что невозможно увидеть. Непостроенные дома, некупленную одежду, несозданные рабочие места, потому что посредством налогов деньги забираются у тех, кто потратил бы их сам. Даже в самое трудное для либертарианства время продолжали появляться замечательные мыслители, которые развивали либеральные идеи. Одним из них был Людвиг фон Мизис, австрийский экономист, бежавший от нацистов вначале в Швейцарию в 1934 году, а затем в 1940-м и в США. Своей поразительной книге «Социализм» Мизис показал, что социализм не может работать, поскольку без частной собственности и системы цен невозможно определить, что и как следует производить. Его ученик Фридрих Хаек говорил о влиянии, которое социализм оказал на некоторых подающих наибольшие надежды молодых интеллектуалов того времени. Социализм, впервые появившись в 1922 году, произвел сильное впечатление. Эта книга постепенно изменила существо взглядов многих молодых идеалистов, которые вернулись к своим университетским занятиям после Первой мировой войны. Я знаю это, потому что был одним из них. Социализм обещал желаемый, более рациональный, более справедливый мир. А потом появилась эта книга, она нас обескуражила. Эта книга объяснила нам, что мы не там искали лучшее будущее. Главное произведение Мизеса – всеобъемлющий трактат по экономической теории человеческой деятельности. Эта книга представляет собой полное изложение экономической теории, которую Мизес считал наукой о всей целенаправленной деятельности человека. Мизес был бескомпромиссным сторонником свободного рынка. Он убедительно показал, что всякое вмешательство правительства в функционирование рынка приводит к уменьшению богатств и снижению общего уровня жизни. Ученик Мизеса Хаек стал не только блестящим экономистом, в 1974 году он получил Нобелевскую премию, но, возможно, величайшим социальным мыслителем столетия. В книгах «The Sensory Order», «Контреволюция науки», «Конституция свободы» и «Право законодательства и свобода» он исследует самые разнообразные темы, начиная с психологии и неправильного применения метода физики в социальных науках и заканчивая правом и политологией. В своем наиболее известном произведении «Дорога к рабству», увидевшем свет в 1944 году, Хаек предупреждал страны, которые в то время были вовлечены в войну с тоталитаризмом, что плановая экономика ведет не к равенству, а к новой сословно-классовой системе, не к процветанию, а к бедности, не к свободе, а к рабству. Книга подверглась яростным нападкам со стороны социалистов и склонных к ливизне интеллектуалов Англии и США. Однако продавалась она очень хорошо, ну, возможно, это одна из причин, почему авторы академических трудов ее так не взлюбили. Вдохновив новое поколение молодых людей на изучение либертарианских идей, в своей последней книге «Пагубная самонадеянность», опубликованная в 1988 году, Хайек, которому тогда было почти 90, вернулся к проблеме, стоявшей в центре его научных интересов, стихийному порядку, результату человеческой деятельности, но не замысла. «Пагубная самонадеянность интеллектуалов», говорит он, «заключается в допущении, что умные люди могут спроектировать экономику или общество лучше, чем с виду хаотичные взаимодействия миллионов людей. Эти умники не в состоянии осознать глубины своего невежества и того, каким образом рынок использует все локализованное знание, которым обладает каждый из нас. В мрачном 1943 году, в разгар Второй мировой войны и Холокоста, когда самое могущественное правительство за всю историю США вступило в союз с одной тоталитарной силой, чтобы победить другую, три замечательные женщины опубликовали книги, которые, можно сказать, вызвали к жизни современное либертарианское движение. Роуз Уайлдер Лейн, дочь Лорен Ингоус Уайлдер, автора книги «Домик в прерии» и других историй о грубом американском индивидуализме, опубликовала страстный исторический очерк «Открытие свободы». Романистка и литературный критик Изабел Паттерсон опубликовала книгу «Бог из машины», в которой защищала индивидуализм как источник прогресса в мире, а Айн Рент опубликовала роман «Источник». «Источник» — обширный роман об архитектуре и цельности. Индивидуалистический лейтмотив этой книги не соответствовал духу времени, и критики подвергли ее свирепым нападкам. Однако, роман нашел своих читателей, которым, собственно, и предназначался. Поначалу продажи шли медленно, а затем начали быстро расти. Два полных года книга продержалась в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Тайпс». В 40-х годах XX века ее открыли для себя сотни тысяч читателей, а в общем итоге миллионы, и тысячи из них книга подвигла на более глубокое знакомство с идеями Айн Рент. В 1957 году написала еще более успешный роман «Атлант расправил плечи» и основала ассоциацию единомышленников, разделявших ее философию, которую она называла «объективизмом». Хотя политическая философия Айн Рент и была либертарианской, не все либертарианцы были согласны с ее метафизическими, этическими и религиозными взглядами. Некоторым не нравилась прямолинейность подачи и возникший вокруг нее культ. Подобно Мизису Хайеку, Рент доказывала важность эмиграции не только для Америки, но и для американского либертарианства. Мизис бежал от нацистов, Рент бежал от коммунистов, пришедших к власти в ее родной России. Однажды после выступления ее спросили, «Почему нас должно заботить то, что о нас думает иностранка?» И писательница ответила с присущей ей пылкостью, «Я сама решила быть американкой. А что сделали вы, кроме того, что дали себе труд родиться?» Вскоре после публикации романа «Атлант расправил плеч» появилась книга экономиста из Чикагского университета Милтона Фридмена «Капитализм и свобода», в которой автор утверждал, что политическая свобода не может существовать без частной собственности и экономической свободы. Известность Фридмена как экономиста, в 1976 году получившего Нобелевскую премию, основывалась на его работах по денежной теории. Однако, благодаря книге «Капитализм и свобода», колонке в журнале «Ньюсвик», которую он вел на протяжении многих лет, а также книге и серии телепередач 80-х годов «Свобода выбора», он стал самым известным американским либертарианцем прошлого поколения. Другой экономист, Мюрри Ротборд, пользуется меньшей известностью, но тем не менее сыграл важную роль в создании как теоретической структуры современной либертарианской мысли, так и политического движения, связанного с этими идеями. Его перу принадлежит большой экономический трактат «Человек, экономика и государство», четырехтомная история американской революции, «Консервитен либерти» и краткое руководство по теории естественных прав и следующим из нее выводам «Этика свободы», популярный либертарианский манифест к новой свободе, а также огромное множество брошюр и статей в общественно-политических журналах и информационных бюллетенях. Либертарианцы сравнивали его как с Марксом, создателем комплексной политико-экономической теории, так и с Лениным, неутомимым организатором радикального движения. В 1974 году либертарианство пережило взрыв интереса и уважения к себе в научной среде благодаря публикации произведения философа Роберта Нозика из Гавродского университета «Анархия, государство и утопия». Прибегнув к остроумной и зубастой логике, Нозик изложил аргументы в пользу прав, из которых следовало «существование минимального государства, ограничено узкими функциями защиты от насилия, воровства, мошенничества, привлеждения к выполнению договоров и т.п. оправдано. Однако любое более громоздкое государство будет нарушать право людей на то, чтобы их не принуждали делать определенные вещи. Его существование будет неоправданным, поэтому минимальное государство является вдохновляющей и правильной целью». Он хитроумно призвал к легализации капиталистических актов между лицами, достигшими возраста согласия. Книга Нозико, наряду с книгой Ротбарта к новой свободе и очерками Айн Рент по политической философии, определила содержание взглядов современных либертарианцев, которые в значительной степени заново сформулировали закон Спенсера о равной свободе. Люди имеют право делать все, что хотят, если они уважают равные права других. Задача государства – защищать права людей от внешних агрессоров и от соотечественников, которые убивают, насилуют, грабят, нападают на нас или занимаются мошенничеством. Но если государство станет заниматься чем-то большим, оно само нарушит наши права и свободы. Либертарианство иногда обвиняют в том, что оно негибко и догматично. Однако фактически оно задает принципы построения общества, в которых свободные люди могут жить вместе в мире. Общество, созданное на основе либертарианских принципов, является наиболее динамичным, инновационным из всех когда-либо существовавших на Земле, о чем свидетельствует беспрецедентный прогресс в науке, технологии и стандартах жизни со времен либеральной революции конца XVIII века. В либертарианском обществе широко распространена благотворительность, причем люди занимаются ею по зову сердца, без какого-либо принуждения со стороны государства. Либертарианство является также стимулирующей творчество и динамичной основой для интеллектуальной деятельности. Сегодня именно идеи эйтатистов представляются старыми и избитыми на фоне подлинного взрыва интереса к либертарианским исследованиям в таких областях, как экономическая теория, право, история, философия, психология, феминизм, экономическое развитие, гражданские права, образование, защита окружающей среды, социальная теория, биоэтика, гражданские свободы, внешняя политика, информационные технологии и т.д. Либертарианство создало систему исходных принципов для научных исследований и решения проблем, но наше понимание движущих сил свободного и несвободного общества будет продолжать развиваться. Сегодня интеллектуальное развитие либертарианских идей продолжается. И их влияние растет благодаря умножению числа либертарианских журналов и научно-исследовательских учреждений, возрождению традиционной американской враждебности к централизованному правительству и, что самое главное, по причине очевидной неспособности большого правительства выполнить свои обещания.